14 мая 1948 года Израиль провозгласил свою независимость. Менее суток спустя регулярные армии Египта, Сирии и Ордании, Ливана и Ирака напали на новорожденную страну, вынудив ее защищать суверенитет. Но ведь евреи и так жили сотни лет без собственного государства. Поэтому нас интересует вопрос, продублированный в названии видео. Почему и зачем создали Израиль? Создание Израиля было продиктовано многовековым стремлением евреев к возрождению национального государства на исторической родине и массовыми преследованиями, которые настоятельно требовали политически гарантированного убежища для еврейского народа. Предпосылки создания государства Израиль Среди евреев, живших в диаспорах, всегда было распространено сильное стремление вернуться на историческую родину. Преследования евреев в Европе, начавшиеся в эпоху крестовых походов, способствовали эмиграции европейских евреев на святую землю. После Альгамберского декрета 1492 года, этот поток существенно пополнился испанскими евреями, основавшими еврейскую общину Цфата. Желание создать собственное государство стимулировалось массовым антисемитизмом и гонениями на евреев. Существует распространенное мнение о том, что важной предпосылкой создания Израиля была катастрофа европейского еврейства в период с 1933 по 1945 годы. Однако, Холокост в Европе, хотя и повлиял на процесс создания Израиля с общеисторической точки зрения, но не был важнейшим фактором в этом. Сионизм в политике Движение, которое преследовало цель объединить всех евреев в одном государстве, приобрело название «Сионизм». Основателем политического сионизма считается Теодор Герцль. В 1896 году Герцль в Германии опубликовал свою книгу «Еврейское государство», в которой он изложил свое видение будущего еврейского государства. Он имел не просто мечту о создании страны, а развернутый план, в котором он видел потенциальный Израиль, как часть Европы, но на Ближнем Востоке, где будут жить преимущественно евреи. Изначально сионисты объединялись в кружке над территорией Германии и Турции, но после Первой мировой войны они переместились к лоббированию своих интересов в Великобритании. Они выдвигали мысли о том, что крупная еврейская община будет рада обжиться на Палестине, откуда сможет эффективно защищать британские интересы на Ближнем Востоке и поддерживать британский контроль над стратегически важным суэцким каналом. Это была очень прагматичная идея со стороны евреев, и ряд высокопоставленных британских политиков высловили свою поддержку такому проекту. В первой половине 1930-х годов Великобритания попыталась построить модель взаимоотношений в так называемом «треугольнике» в рамках концепции «общего дома для евреев и арабов». Однако, эта концепция не была поддержана ни арабскими, ни еврейскими лидерами. Попытки найти взаимоприемлемое решение вопросов мандата для евреев и арабов со стороны Великобритании не увенчались успехом. Кстати, о Великобритании. Если вы хотите выучить национальный язык этого государства, тогда я вас приглашаю на канал Александра Джувмана. Здесь вы можете поднять свой английский с нуля. В его видео объясняются правила английского языка без лишней воды. Переходите на этот канал, и будет вам как профит, так и счастье. Ссылка в описании. В 1930-е годы спасавшиеся от нацистских преследований евреи массово бежали на Палестину. Арабские лидеры не оценили еврейской иммиграции, и они требовали немедленно и полностью запретить иммиграцию и ускорить переход к независимости. Британское правительство обвинили в дискриминации из-за их уступок арабам в виде запрета иммиграции евреев на Ближний Восток. Для обхода ограничений на иммиграцию евреями была создана подпольная организация Массад-Ле-Алия-Бет. Начало Второй мировой войны сильно осложнило ситуацию с созданием еврейского государства. Окупация Польши и запрет еврейской иммиграции как из СССР, так и с территорий подконтрольных Третьему Рейху подорвали потенциальную базу иммиграции. Многие сионистские активисты в Европе попали в советские и нацистские концлагеря. После 1945 года Великобритания оказалась вовлечена в нарастающий конфликт с еврейским населением. Руководители трех подпольных сионистских организаций заключили соглашение о начале совместной вооруженной кампании против британских властей. В 1946 году силы сопротивления провели ряд масштабных диверсий, а британские войска и полиция – массовые аресты и высылки. Несмотря на все эти препятствия, еврейские поселенцы создали эффективную структуру управления в качестве подготовки к созданию собственного государства. В 1947 году британское правительство заявило о своем желании отказаться от мандата на Палестину, аргументируя это тем, что оно не способно найти приемлемое для арабов и евреев решение. Созданная незадолго до того Организация Объединенных Наций на второй сессии своей Генеральной Ассамблеи 29 ноября 1947 года приняла план раздела Палестины. И финальной причиной в создании Израиля стал план ООН по разделу Палестины. Согласно этому плану, Иерусалим должен был стать международным городом под управлением ООН, чтобы не допустить конфликта по его статусу. Большинство еврейского населения приветствовало предложенный план раздела Палестины, но арабские руководители, в том числе Лига Арабских Государств и Палестинский Высший Арабский Совет, категорически отвергли план ООН по разделу Палестины и заявили, что приложат все усилия, чтобы помешать его реализации. Принятие этого плана стало возможным благодаря его поддержке со стороны крупнейших держав – СССР и США. Советский Союз, пытаясь укрепить свою позицию на Ближнем Востоке, стремился в первую очередь подорвать позиции Великобритании. Поддержка плана ООН со стороны СССР стала большой неожиданностью как для евреев, так и для арабов. Советские инициаторы этой политики надеялись, что Израиль станет очагом социализма на Ближнем Востоке, подконтрольным Москве в противовес арабским режимам, ориентированным на Запад. Создание Израиля вызвало резкий негатив среди арабов и началась война. 11 мая 1949 года государство Израиль было признано в качестве члена ООН, а еврейское государство было провозвышено 14 мая 1948 года в здании музея на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве. Не прошло и дня, как 15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну евреям Палестины и напали на только что провозглашенный Израиль с целью уничтожения нового еврейского государства. Но это уже совсем другая история. В итоге можно сказать, что Израиль появился благодаря просто-напросто движению сионизма. Я вас благодарю за просмотр моего видео, ставьте лайки. Ну а если вы хотели бы помочь каналу больше, то на экране и в описании вы увидите все реквизиты, по которым вы можете поддержать меня. Я заранее говорю спасибо каждому пожертвовавшему мне денежку. Я в долгу не останусь и назову ваше имя в следующем видео. Еще раз спасибо всем за просмотр и до скорого.